МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Сегодня хочу вам рассказать о том, где, в каких районах я проживала в то время, когда я обучалась в Лондоне. Изначально я приехала, конечно же, к своему брату на Стратфорд, где он недавно купил дом. Первые полгода я жила на Стратфорде. Тогда он еще был районом в третьей зоне и только подготавливался к Олимпиаде. Там только строились стадионы и был не так-то уж сильно и развит, как на данный момент он сейчас существует. Но меня это сильно не парило, потому что я жила в Лондоне, я хотела жить в Лондоне. И даже несмотря на то, что я каждый день должна была ездить в Фуллом, где я училась в школе английского языка, а проезд оттуда на метро составлял около часу, плюс 15 минут пешком от дома до станции Стратфорд, потом от Фуллома до... на Парсонс-Грине я училась до школы. Еще где-то 10-15 минут. То есть каждый день я ездила полтора часа в одну сторону ради того, чтобы обучаться английскому языку, так как это была моя обязанность по студенческой визе. Про студенческую визу и про все ее ограничения, и про все ее обязанности я расскажу в следующих роликах. А пока вот про районы. То есть первые полгода на Стратфорде я помогала брату делать косметический ремонт в квартире, которую он только купил. Он купил ее в декабре 2010-го, а я приехала в конце января 2011-го. Ну, так как он купил ее немного убитую, нам приходилось красить стены, стелить новые ковролины, ну, в общем, делать косметику. После того, как как бы в основном все было сделано, прошло в районе полугода, я так и не могла найти работу, потому что у меня тогда было ограничение по визе только 10 часов в неделю. 10 часов в неделю это очень сложно найти работу, никто меня не хотел брать на эти... Даже на 20 часов, когда у меня потом были, тоже никто не хотел брать. Но об этом я тоже попозже расскажу. То есть работу я не могла найти. У меня были мои личные сбережения, с которыми я приехала, по-моему, полторы тысячи фунтов. В общей сложности у меня было на счету. И после полугода проживания брату как бы надоело то, что я не очень-то стараюсь найти работу, а я уже плюнула на это, потому что, ну, одни отказы. 10 часов в неделю такой работник мало кому нужен. В общем, я не могла. А тем более у меня тогда еще и не было английского языка. Не знала, куда податься и где искать такую работу. А он меня постоянно подпинывал так, типа, иди ищи, что ты сидишь дома. То есть дома работа закончилась, несмотря на то, что я его там, ему борщи варила и убиралась по дому, этого было недостаточно. В итоге он сказал, не хочешь искать работу, выезжай. Ну, то есть тем самым он как бы пытался меня стимулировать, чтобы я нашла работу. Ну, и в один прекрасный момент мы с ним очень сильно поругались, и мне пришлось съехать практически в никуда. То есть в один день мне пришлось найти себе жилье. Хорошо, что оно нашлось, иначе бы я точно была бы бомжом. Он у меня принципиальный был, и как бы не хочешь искать работу, дома у меня жить не будешь. Но я не говорю, что он такой прямо, он все равно бы меня приютил, но вот поругаясь, я обиделась, я тоже принципиальная. И в тот момент у нас гостила мама как раз, и мама мне помогла как бы поехать со мной и посмотреть квартиры, которые сдавались на тот момент. И, по-моему, третий вариант, очень маленькую комнатку я нашла в Сосфилдс. Это район Вимбелдона, хотя он еще был, мой дом был на границе практически между Вимбелдоном и Вонсфорд. И как бы район, где я жила, был в Вонсфорд, но рядом с Вимбелдон-парком. То есть буквально две минуты пешком от моего дома был Вимбелдон-парк, где я часто бегала по утрам, кормила уточек. Ну, про каждое свое место проживания я буду рассказывать позже. В общем, сняла я маленькую комнатку за 90 фунтов в неделю. На тот момент, в 2011 году, это было, я бы сказала, очень дорого. Ну, хотя, с другой стороны, это Запад. На Западе всегда рента стоит намного дороже, чем на Востоке. Скажем так, я девочка западных районов. То есть мне никогда не нравилось жить в восточных районах, ездить даже туда, потому что там в основном, там больше иммигрантов, чем англичан. Там больше такой, как бы движухи такой, какой-то не очень, не по моей душе. Поэтому жить в восточных районах мне было страшно. Ну, так как я девочка, мне все-таки хотелось более спокойной жизни, не париться и даже не думать, что с тобой что-то может произойти в любой момент. Разбои, грабежей и плохих всяких дел было больше на Востоке, чем на Западе. Хотя везде встречаются свои тараканы. Я полгода прожила в Солсфилдс, пыталась какие-то работки поискать, но так, ходила только пару раз там с собаками у кого-то погуляла, один раз кому-то борщ сварила. Дальше у меня заканчивались деньги, и мне надо было что-то соображать и думать. Я продлила визу, у меня была годовая виза, я продлила еще на год, на курсы. И начала искать усердную работу, так подумала, порешала няней или хаус-кипером, то есть чтобы жить у кого-то, потому что снимать дальше у меня не было денег. И так подала просто объявление на ГАМ-3, что ищу работу. Первый же отклик и первое же интервью принесло мне работу. В индийской семье, но индусы были не такие типичные, они оба Кембридж окончили, финансисты, то есть они были такие уже про-английские индусы, то есть даже без какого-то акцента «hello, my friend», «hello, my friend», «hello». Я у них проработаю год, потому что год я там и обучалась. После этого начались непонятки у меня с визы, я боялась, что я ее не смогу продлить. Деньги у меня были, потому что я уже не платила за жилье, еще и получала какую-то копеечку от них каждую неделю. То есть на тот момент, когда мы должны были или продлеваться, или разорвать контракт, у меня была нестабильная ситуация, я не знала, уеду я домой или я смогу продлить курс. Курс я продлила, но уже на тот момент контракт мы разорвали. Я снова уехала к брату. Дальше, так как мои курсы в этой школе фуллами закончились, по правилам визы я всегда должна повышать свою квалификацию все выше и выше и выше. И я нашла курс в Хаммерсмитт колледж, там обучали АЭЛСу для того, чтобы сдать АЭЛС, чтобы поступить в университет. Я готовилась к АЭЛСу, АЭЛС я сдавала, по-моему, раз 5 в Лондоне, об этом я тоже расскажу. Еще до этого я сдавала Тофу, как Тофу я сдавала раз 6, тоже расскажу. В общем, я стала учиться в Хаммерсмитт колледж, это на Барнсхорд станции. Я снова дала объявление и снова мне повезло очень быстро. За месяц я нашла работу буквально в 5 минутах ходьбы от колледжа вот в семье, где было 3 собаки и девочка 13 лет, рядом с которой я просто должна была находиться и кормить ее ужином после того, как она придет из школы. Ну и гулять с собаками, естественно, собаки это мое все. Но об этом я уже рассказывала и буду рассказывать про всех про них в отдельности, тоже в будущих роликах. В этой семье у меня тоже был как бы контракт такой негласный. Год я у них прожила, еще потом лето, они мне разрешили у них пожить. Девочка выросла, ей исполнилось 14 лет. В моих услугах они больше не нуждались, но были не против, если бы я гуляла с собаками. Съехать мне уже пришлось и я опять поехала к брату. Там мне пришлось у него прожить месяца 4, пока я нашла следующую работу. Вот, вот, следующая работа была очень, было очень тяжело найти. Так как был уже сентябрь, видимо, все няни уже нашлись, кому надо было. И я ездила постоянно на какие-то собеседования, на такие, как это сказать-то. Столько было условий, а за такие копейки я на них ездила, и они еще меня и не брали. В общем, я привыкшая получать некую зарплату в неделю, аж снизила планку на 50 фунтов. То есть я получала там 120-150 в неделю, а мне предлагали даже за 90 фунтов приехать на собеседование. Я приезжала, и там такие сложные были собеседования, такие сложные были обязанности, и они еще кривили носом. Ну, в общем, следующая семья, в которой я прожила 2,5 года, то есть я ее искала 4 месяца, но прожила в ней больше всего. Меня жила на Эрскорте. Я еще целенаправленно искала, чтобы было рядом с собаками, чтобы я могла еще и подработку такую в виде собак иметь. Как раз в этот момент я уже училась в Лондон-Саусбэнк, то есть это было в центре. Уже был у меня первый курс университета. Там тоже очень было сложно. Вообще вся моя жизнь в Англии была сложная в плане того, чтобы выживать и где-то прикрепиться, и за счет чего я должна была жить. То есть я жила за счет студенческой визы, за счет того, что я училась. И надо было каждый день посещать все занятия, которые были, для того, чтобы эту визу тебе не прикрыли и тебя не депортировали. То есть это, я бы сказала, такой режим как тюремный, но благодаря тому, что я имела возможность благодаря этому режиму выходить куда-то и видеть что-то в Лондоне, ради чего я приехала, мне приходилось, конечно, выдерживать такие сложные нагрузки. То есть с утра дети в школу накормить, напоить, обуть, одеть и довезти. Потом бегом в университет, там отсидеть занятия, приехать домой, переодеться, обратно поехать в школу, забрать детей, накормить и заставить их учить уроки. И только после этого можно было расслабиться. То есть в тот момент, пока я жила в последней моей семье, нагрузка была очень серьезная. Очень часто я из-за этого ссорилась со своими друзьями, потому что друзья, которые приехали из Латвии, Литвы или Эстонии, абсолютно не понимали моих проблем. Что ради того, чтобы жить в Лондоне и ходить с ними гулять, я должна была отпахать на работе, отучиться в университете и нигде ничего не пропустить. И помимо этого выделить им еще время, чтобы с ними погулять и куда-то сходить, как-то пообщаться. Абсолютно это не ценилось. А когда вот так вот выделяешь время для людей среди всего твоего бизи, супер нагруженного графика, для друзей, которые к тебе не приходят на встречу, даже не звонят, не отписываются. Ну в общем, как-то так ведут себя. Очень сложно мне было с ними общаться и, конечно, я психовала из-за того, что я выделила для них время, а они не пришли, не приехали, даже не позвонили. Такие как бы друзья на тот момент мне вообще не нужны были. То есть не хочешь со мной общаться, я больше с тобой встречаться не буду. То есть с друзьями у меня были проблемы из-за того, что мне приходилось выживать в Лондоне, а не просто так тусоваться. Конечно, со стороны, может быть, с их стороны выглядело так, что я тусуюсь просто, но на самом деле это был тяжелый каторжный труд. Чтобы выйти с ними погулять, мне надо было отпахать очень много по конкретному графику. Я не могла в какое-либо время, которое они там хотели, потому что я обязана была делать то-то и то-то. В общем, не ценилась, может быть, и не должно было цениться, я не знаю. В общем, те друзья, которые это не ценили, они отпали. Те друзья, которые понимали, они до сих пор остались и мы неплохо общаемся. Но о друзьях я тоже буду рассказывать попозже, как я их искала, потому что в Лондоне людей не держат. Так вот виза закончилась и ты уехал, больше нечего делать. И очень много друзей уехало из Лондона из-за визовых причин. Некоторые уезжали из-за того, что там находили какую-то другую работу в других городах. Ну, в общем, у каждого были свои вопросы, которые они должны были решать. Очень обидно терять очень хороших друзей, потому что все равно, когда вы разъезжаетесь, вы не встречаетесь постоянно, вы живете на большой дистанции, друзья теряются. Вот, ну, в общем, как-то так. Значит, это был уже Earth Court, моя последняя семья, в которой я прожила два с половиной года. Earth Court – это Кенсингтон и Челси район. Вообще, мне очень нравилось название Челси. Я поддерживала футбольный клуб Челси, хотя никого там не знала, он просто синий цвет. Это я очень люблю. Покупала всякие бейсболки Челси или шапку у меня есть в Челси. Да и вообще название Челси я очень люблю. И довелось мне пожить в Кенсингтон и Челси районе. Сам район я очень люблю. Ну, а последний год своей жизни в Лондоне, когда я обучалась на MBA, я уже нигде не работала няней. Я платила за студию, которую я снимала недалеко от собак в районе Хаммерсми на Вест Кенсингтон Стейшн около 1000 фунтов в месяц. Студия была неплохая, для этого района достаточно дешевая, но там плюсом еще шло электричество. Все абсолютно от отопления до горячей воды висело на электричестве. Но неважно, пришлось экономить на том, что я мерзла, на том, что я экономила горячую воду. Эти деньги, конечно, я брала из нашего бюджета, который мы получили за продажу дома моего брата после того, как он погиб. Но так как он хотел, чтобы я закончила какой-либо магистрский курс, я как бы исполнила его завещание и пошла учиться на магистра в области бизнеса. Хаммерсмит и Фула мне тоже район очень нравится. Я к нему очень привыкла. Я прожила в нем два года в общей сложности. Он очень близко находится к центру, то есть буквально 25 минут пешком, и ты уже в Кенсингтонских садах. Плюс еще 20 минут, и ты уже на Хайт-Парк-Кона. Плюс еще 10 минут, и ты уже на Трафальгарской площади. То есть за час пешком я могла дойти до Трафальгарской площади. Ну или пользовалась автобусами. То есть в последний год своей жизни я очень редко пользовалась метро, на чем экономила очень много. В общем, скажем так, мне больше всегда нравились западные районы Лондона, где я всегда стремилась найти работу или место обучения. По районам пока все. Отдельно про каждый район я вам буду показывать и рассказывать. Фотографий и видео очень много. Чем я там жила, чем занималась, куда можно сходить, какие магазины и какие активности можно найти в этих районах, тоже буду рассказывать. Пока на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok